Рубрика «Новейшая история» представляет события февраля прошлых лет из архива Пятого канала. В Караганде хотят возродить советскую систему оплаты за такси. Службы перевозки населения начали приобретать счетчики. Теперь оплата будет по километражу. В тариф, как в старые добрые времена, будет входить посадка, ожидания и заезды. Городские власти надеются, что теперь деятельность таксистов станет прозрачнее. Карагандинцы ездят по нестандартным билетам. По новым нормам билеты должны быть 3,5 на 6 см, а все надписи на них строго соответствуют стандартам. Детский билет красный, взрослый синего цвета. Рейд сотрудников городского Акимата показывает, что только у одной фирмы-перевозчика правильные билеты. В остальных автобусах и троллейбусах проездные билеты нестандартные. В «Газелях» вообще нет билетов. На железнодорожном вокзале Караганды введен пропускной режим. Это должно обеспечить порядок и безопасность. Лицам без билетов запрещено выходить на перрон. Помогать пассажирам с вещами должны бесплатные носильщики. Однако задумка властей не осуществляется. Это неудобно пассажирам, носильщиков не хватает, на перрон все равно проникают посторонние. Корреспондент «Пятого канала» проверил на себе, как работает новый пропускной режим на вокзалах. Очень противным человеком характеризует себя новый директор футбольного клуба «Шахтер» Григорий Лория. Он рассказал прессе о планах на предстоящий сезон. Лория планирует провести реформы в команде. Большое внимание будет уделяться соблюдению дисциплины игроками. За некоторые провинности футболистам грозит штраф. Чтобы достичь хорошего игрового уровня команде, необходимо 3 миллиона долларов, заявляет новый директор клуба. Пять человек погибают в Балхаше в результате взрыва снаряда. Детонация боеприпаса происходит во время газовой резки. Пятеро рабочих, погибших на месте происшествия, работали над утилизацией снарядов. Взрыв был такой силы, что ударная волна дошла до жилых домов в радиусе 1 километра. Боеприпасы привозили со сгоревшей несколько лет назад воинской части. Рушатся дома в Шахтинске. Обвалилось пять нежилых многоэтажных крупнопанельных домов. Высотки развалились, как карточные домики. Под грудой завала, к счастью, людей не оказалось. Департамент ПЧС предупреждает жителей города быть осторожными, обходить стороной нежилые здания и запретить детям играть вблизи аварийных построек. В Шахтинске пустуют около 70 высотных домов. Два пилота погибают в результате падения истребителя-перехватчика МиГ-31. Трагедия происходит в шести километрах от аэропорта Сарай-Арка. За штурвалом истребителя находились два пилота воинской части Андрей Леонтьев и Денис Федотов. Совершив учебно-тренировочный круг, самолет пошел на посадку. В это время произошли проблемы с оборудованием истребителя. Экипаж до последнего момента пытался спасти машину. Однако в семи километрах от взлетно-посадочной полосы самолет все же рухнул на землю. Пилоты погибли. Вкладчики Валюттранзитбанка перекрывают проспект Бухаржирау. Утихомирить людей на место акций протеста прибывает большое количество полицейских. Они силой пытаются восстановить порядок, оттесняя взбунтовавшихся вкладчиков с дороги к тротуару. Через час движение на проспекте Бухаржирау восстанавливается. В Караганде обсуждается проект транспортных развязок. Разработано пять проектов реконструкции проезжих частей. По одному из них нужно построить три уровня дорог. Подземные туннели, основное полотно и надземные нависные трассы. Другой проект предусматривает двухуровневую развязку. Суть идеи, чтобы транспортный поток двигался непрерывно, нигде не останавливаясь. Так можно избежать пробок, ставших частыми на улицах Караганды. Последние часы на свободе. В один из дней февраля экс-президент валют-транзитбанка Андрей Беляев замечен на льду городского озера. Он катается на коньках со своей супругой. Накануне уголовная коллегия областного суда постановила взять Андрея Беляева под арест. О грядущем банкир знает, но не скрывается от видеокамер. «Возможности кататься на коньках у меня не будет очень долго», говорит Беляев в интервью корреспонденту Пятого канала. Карагандинцев заставляют выписывать определенные газеты. Специалисты общественного фонда «Медиалайф» проводят анкетирование среди горожан. Оно показывает, больше половины респондентов получали указания от своего руководства подписаться на государственные периодические издания. 80% респондентов отвечают в анкетах, что издания, на которые принуждают оформить подписку, им неинтересны. Карагандинцы узнают значение слова «девальвация». Резко подскакивает стоимость иностранной валюты – 170 тенге за доллар и 210 за евро. «Все это – последствия мирового кризиса», – утверждают финансисты. Одни карагандинцы еще не поняли, что случилось и каковы будут последствия. Другие находятся в угнетенном состоянии. Всем понятно, от девальвации пострадали те, у кого были сбережения в тенге. Тем, кто брал кредиты в долларах, будет сложнее их возвращать. Авиалайнер обнаруживает в степи жителей поселка Уштубе. Самолет был притащен сюда волоком на тракторе. Оказалось, лайнер выкупил у авиакомпании некий предприниматель и решил построить из самолета ресторан. Это были события февраля прошлых лет из архива Пятого канала. История продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok